А, смотрите, оно летит наверх! Господи! Пора вырастить финального дракона, пора создать финальную звезду, и пора потратить финальные 10 тысяч уровней! Всем привет, дорогие друзья, я Луложка, это Магические Похождения, мамам, лайк, поехали! Иии, вы всё правильно поняли, самое лучшее, самое финальное, самое последнее только в этой серии, но, внимание, внимание, во время предыдущей серии, мы так и не увидели земляного дракона. Ну да, ну да, здесь стояло яйцо, оно вылуплялось, но не вылуплялось, мы долго ждали, ходили, бродили, короче, не буду томить, он вылупился, я дождался, привет, это девочка, я уже приручил, и прямо сейчас нам остался финальный дракон. Внимание, внимание, это очень важная серия, но не об этом, дело в том, что вы прекрасно понимаете, совсем скоро запустится новый сезон, именно поэтому сейчас я делаю то, что делаю только тогда, когда это реально необходимо. Ребят, пожалуйста, не забудьте поставить лайк на это видео, и если вы ждёте первой серии нового сезона, то подписывайтесь. Наверняка вы заметили то, что сейчас на канале выходит много разнообразного контента, и если вы хотите не пропустить и его, то обязательно, опять же, подписывайтесь. Уверяю вас, новая сборка не подведёт. А именно, иссушающий. Сразу скажу то, что у этого дракона нет яйца. Да, чёрт подери, его нельзя вылупить. Но подождите, подождите, каким же образом его создать? Нам понадобится скелетный дракон. Прямо сейчас мы спускаемся вниз, ставим любое яйцо, и просто закрываемся. Теперь просто активируем яйцо, и ждём. А потом ещё немного ждём. Оно должно превратиться в скелетного. Алё, давай побыстрее. Если что, то факел здесь стоит не просто так. Если я сам зайду в темноту, меня сожрёт грюм. Вот слушайте. О, да, тварина. Так и норовит меня съесть. Самые внимательные зрители уже посмотрели влево-вверх, и увидели два ПМ. Что такое ПМ? Это не триллионы, это, внимание, квадролеоны. Просто сравните показатели от миллиона до квадролеона. Это жесть какая-то. Столько дополнительных ноликов. И прямо сейчас мы их будем тратить. Правда, перед этим надо дождаться скелетное яйцо, и чё-то мне уже надоело здесь сидеть. Ля-ля-ля-ля. Алё. Ну, пожалуйста. Короче, тррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Ура, дождались. И прямо сейчас мне нужно просто телепортироваться домой и тупо ждать. Да, он вылупится, и мы начнём преобразовывать его в иссушителя. Так-так, а теперь финальная звезда. Добываем бонсай 14 уровня, и остаётся всего ничего до 16. Во время предыдущей серии И всё, что мы поняли, самый важный ингредиент это даже не ЕМЦ, это вот это. И как вы видите, данных блоков у меня навалом, на этот раз я подготовился. Теперь расщепляем бонсай 14 уровня, потом ещё раз расщепляем. Данные рилеи можно переделать обратно в ЕМЦ. И вы просто посмотрите, я использую последнюю материю, у меня создаётся МК-15. Так, делаем 1, 2, 3, 4, тррррррр, 18. И после этого их надо заново преобразовать. Но каким образом? Давайте позеркаем. Эээ, эээ, чё, точно таким же? Да ладно, мне даже париться не придётся. Но подождите, я сразу хочу кое-что проверить. Сколько здесь ЕМЦ надо? 246 триллионов! У меня такое есть, поэтому не проблема, соединяем. Подожди, чё, почему не получилось? Ой, точно, я же забыл сначала сделать финальные коллекторы. Обалдеть! Мне самому не верится. Ребята, это, это, это реально финальный коллектор. Я добился этого. Ты поглянь-ка, его больше нельзя улучшать, потому что это реально финал. Окей, вот это мы всё убираем, убираем. Теперь создаём два таких светящихся блока. Это легко. И берём самый последний рилей. Ооо, какой же ты всё-таки дорогой. Теперь у меня осталось не два квадролеона, а всего 876 триллионов энергии. Но сейчас будет намного больше, потому что мы соединяем. Поздравляю, финальный бонсай. 48 триллионов в секунду. Но это не предел, потому что у меня огромное количество ускорителей. Ба-бам! И... Емааа, сколько же вырабатывается! Ты просто посмотри на это! Чтобы вы понимали, эту серию я начал с двумя квадролеонами. А сейчас у меня их уже 110. Но-но-но, это всё ещё не финальная звезда. Мы её так и не увидели. Дабы её создать, нам нужно 8 финальных бонсаев. То есть вот таких. Получается, что мы делаем? Ломаем седьмые уровни. Нам понадобится всего лишь 7. Расщепляем на кусочки. И ничего не получается, потому что энергия кончилась. А, господи! Солнечная панель, ты чего? Проблема решается очень просто. Мы под этот станок кладём призрачную катушку. Бам! А, ну да, конечно. Надо же её подсоединить. Бам! Вот, совсем другое дело. Прогресс пошёл, всё сделано. И после этого данные коллекторы мы заново расщепляем. Нам нужно сейчас нереально много коллекторов. Итого получается 2 стака. Ну, а теперь, как вы понимаете, надо это тупо соединять. Потом ещё соединять. Э, не-не-не. Не этот шарик. Нам нужен вот этот. Соединяем. И увидимся через раз, два, три. Пип! Огромное спасибо за ожидание. Всё готово. Мы снова делаем эти разноцветные блоки. Но на этот раз не две штуковины, а сразу дофигища. Уху! Правда, я не рассказал о кое-какой проблеме, которая меня мучает уже достаточно долгое время. У меня нету яйца. А именно, яйца края. Как вы понимаете, когда мы сделаем эти бонсай, нам придётся это всё соединить. И вроде бы это стоит 262 тысячи емц. Копейки! Но ничего не получится, потому что я не смогу раздвоить яйцо, которого нет. Понимаете, у меня нету даже одной штуки. И если мы сейчас вызовем дракона во второй раз, ничего не получится. Но я не я, если у меня не найдётся решение проблемы. И в данном случае у меня их два. Первое. Мы можем спарить драконов и получить яйцо. А второй вариант. Том знаний. И вы посмотрите, он стоит 3 квадриллиона. На самом деле, у меня давным-давно уже не квадриллионы. Я даже не знаю, что это. Окей, гугл. Ну чего тебе? Да, привет. Скажи, пожалуйста, что идёт после квадриллиона. И покажи. После квадриллиона идёт квинтиллион. Еммм. Квинтиллион. Мда, достаточно большая цифра. Мне такое напечатать на клавиатуре было бы лень. Не то, что ручкой на листе бумаги написать. Так, короче. Давайте мы, наверное, сделаем том знаний. И... Ой-ой-ой. Что? Да ты чё, издеваешься? Нам нужна маленькая часть финальной звезды. При всём при этом, она используется только ради тома знаний. Мы не можем её сделать полноценную финальную звезду. Окей. Не проблема, что это колоссальная омега-звезда, которая делается вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ё-моё, вы чё издеваетесь? Ну ладно, придётся делать. При этом вас мучить никто не собирался, всё сделано. И давайте посмотрим. Нам надо соединить это со звездой из Незера. Ого! Я могу их сделать 22 квадриллиона. Вот так вот это всё получается. Спасибо большое. Нифига себе, я могу их сделать меньше тысячи. Вот такая вот дорогая фиговина. А теперь смотрим. Нам нужны непонятные книги. Одна такая создаётся из материи, из звезды из Незера и обычной книги и пером. Опять же, раз, два, три. Пип! Том знаний. Открывает все знания трансмутации. Забираем. И после этого нажимаем правую кнопку мыши. Но ничего не произошло, скажете вы. На самом деле, открываем стол и тадам! У нас абсолютно всё. Тупо всё, что есть в Майнкрафте. Правда, главное условие, чтобы у этого предмета было ЕМЦ. О, какие двери достал. Так, интересно, а какой самый дорогой предмет? Эээ, так вот-а. Чего? Это же не самый дорогой, это бред какой-то. Ядовитый картофель, кольчужные ботинки. Нет, раньше по ЕМЦ стояло. Нееет, за что? Интересно, а что вот это такое? Призрачный ускоритель, 70 тысяч. Да для чего ты такой нужен-то? Ааа, мы можем соединять инвентари вместе. Я не думаю то, что это мне понадобится, поэтому удаляем. Прежде чем я создам финальную звезду, надо кое-что другое сделать. А именно, привет, овечки! Мне нужен ваш спавнер. Идите, идите отсюда. Угу, отдавайте. Да господи, спасибо. Подрубаем обратно клетки. Они начинают появляться. И прямо сейчас будут умирать. Мне это нужно для того, чтобы появлялось много шерсти. Потому что я хочу сделать 10 тысяч уровней. Ооо, хорошо добывается. Сразу возьмем несколько стаков, сразу это все переделываем в коины. И давайте, наверное, сделаем книги воспоминаний. Ой-ой-ой, походу с 10 тысячами уровней я немного погорячился. Но искренне надеюсь, что будет хотя бы 5 тысяч. Прямо сейчас мне придется это все потратить. Погнали! Ах, это было жестко, это было долго. Но, тем не менее, 5257 уровней готовы. Обалдеть, я потратил на это очень много времени. И у нас даже вылупился дракон. Привет, малявка! А ну-ка иди сюда. А, ну да, тебя же приручить надо. Не волнуйся, треска уже при мне. Молодец. И теперь залазь ко мне. Все. Ты, главное, сейчас не падай. Потому что если ты упадешь, летать ты пока что не умеешь. Сразу разобьешься, и мне придется заново тебя выращивать. Тихо. Все еще тихо. И... Все. Можешь спрыгивать. Ты что делаешь, придурок? Господи, ты что сделал только что? Ты что сделал? Стой! 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 Ты где? А, господи, привет. Да-да-да, брейкданс, потом вот этот вот. Господи, у меня прям язык начал сразу заплетаться. Мне так страшно за него стало. Я столько тебя ждал. А ну-ка быстро сел и сидеть. Все. Никуда не двигаться. Прямо сейчас мы будем пулять в тебя молнией. Потому что как только мы это сделаем, он превратится в иссушителя. Правда, лучше всего это сделать где-то здесь. Тихо. А ну, блин, да не двигайся ты, е-мое. Идеальное местечко. Осталось только сделать... Чик. А потом зайти сюда и ввести голден что-то там. Найти клюшку. Это очень странно, но тем не менее, да, клюшку. И ба-бам! Ура! Вы посмотрите! У нас получилось! Он стал черным! Стой! Какой у него красивый раскрас! На самом деле, вот вам фотки из интернета. И по моему мнению, это реально самый красивый дракон. Он может быть, получается, мальчиком, и у него будет голубой раскрас. Или он может быть девочкой, и у него будет розовый раскрас. Да, только эти картинки чего стоят. А перед нами настоящий дракон-иссушитель. Мы тебя сейчас забираем. Сразу скажу то, что он никаким образом спариваться не может. Потому что он мертвый. Я так понимаю то, что он даже вдвойне мертвый. Ведь мы его что-то типа два раза убили. Сначала сделали скелетным, а потом... Потом он у нас... Того. Молнии. Посиди, пожалуйста, пока что около курятинов. Можешь бегать где угодно. По песочку, по дощечкам, по булыжнику. Главное, опять же, не умирай. Капец, я смотрю на количество ЕМЦ и просто охреневаю. Это один из немногих драконов, на которого мне интересно посмотреть, когда он полностью вырастет. Потому что автор мода недаром его сделал самым... Ну что-то типа редким. О, а еще это один из немногих драконов, который не стреляет огнем. У него совершенно другая атака. На нее мы тоже посмотрим, но для этого ему надо подрасти. Тем временем, наш земляной дракон уже во какой вымахал. Если что, то у него атака обычная. Это просто огонь. Поэтому можно особо не проверять. Итак, у меня 5257 уровней. Привет, мама. Я покупаю у тебя кучу поинтов. И вы посмотрите, на один мне уже нужно потратить 137. Еще кликаем 145. И все, я все потратил. Осталось 70 уровней. И у меня 55 поинтов. Я могу, ну, потратить это по-любому на скорость бега, на хп и на регенерацию. По-любому. Начнем, пожалуй, с самого первого. Древо плута. Вот скорость бега. Мы до нее доходим. Сразу прокачиваем до конца. Далее максимум здоровья прокачиваем. Еще скорость бега. Если я, кстати, еще не нажал на бэк, то можно всегда отменить то, что прокачал. Я тут случайно на урон кликнул. Ну и все, получается. Здесь мне больше точно ничего не надо. По крайней мере, пока у меня немного поинтов. Ну, типа 43 это действительно мало. Вот здесь максимум здоровья прокачаем. Но самое крутое, это не максимум здоровья, а восстановление. Улучшает вашу регенерацию. Оу, ем. Восстановление маны не понадобится. И что, получается все? У рыцаря больше ничего нет? Ну ладно, древо мага. Здесь, по всей видимости, нужно только дойти до скорости бега. Потому что про хп я вижу ровным счетом ничего. И, кстати, походу, это все. Остается древо священника, которое полностью прокачано, поэтому можно даже не париться. И древо воина. Здесь мы докачиваем максимум здоровья. И я так подумал, было бы круто еще шанс крита увеличить. Во, прям замечательно. Подняли плюс 5%. Максимум здоровья, скорость бега, восстановление. Прям, знаете, то, что мне надо. В итоге у меня осталось 14 поинтов. На что мне это потратить? А, так стоп, подождите, здесь еще не докачано. Да я бы даже сказал то, что много где еще не докачано. Максимум здоровья, да-да-дам. Прокачиваем. Сразу сейчас снова все перепроверю. Вот теперь точно. У меня осталось 11 поинтов. Заходим в древо плута. И здесь мы прокачиваем шанс крита. Да, я сейчас, наверное, везде посмотрю, какие криты можно качнуть. Как оказывается, шанс прокачан везде. Тогда берем урон крита. Почему бы и нет? Нам нужно все качать, что связано с критом. Сейчас мы даже проверим, какая у меня атака. Возьмем самый обычный говеный деревянный меч. Здесь 4 урона. Но надо проверить, как много мы будем наносить с помощью наших скиллов. Привет. Один удар. Просто, мать его, один удар. Но при всем при этом, крит-удар до сих пор не вылетел. У меня, по идее, шанс сейчас около 25-30%. На! Не выпало. На! 29! Охренеть! Самым обычным деревянным мечом, у которого 4 атаки. Я снес 29! Я, получается, эндермена могу убить с помощью этого меча. А что, если взять какой-нибудь супер-пупер-мега-крутой мультиинструмент? А ну-ка! Давай кам! Овечкам! Умрим! И 143! Нам выпал сразу критический удар. 143! Обалдеть! Это же, по сути, минус дракон с одного удара. Чтобы вы понимали, если я сейчас случайно ударю по этому чарующему дракону, я убью его. У него 100 хп. А я сношу 143. Всем временем, как оказывается, досюда чанки не достают, и наш дракон тупо не растет. Поэтому пусть он будет здесь. Так, тихо. Ты что делаешь-то, ё-моё, ты куда исчез? Алло! Дракон! Дракон, мать твою! Нет-нет-нет, пожалуйста, не пугай меня, не уходи! Эй! Так, подождите. Какого чёрта? Я надеюсь, то, что ты где-то здесь застрял. Подождите-ка. Но ты не мог никуда больше уйти? Нет, это бред! Пожалуйста, ну чёрт подери, зачем ты такое сделал? Прошло примерно 10 минут поисков, и что бы вы думали? Ничего, он просто пропал! Охренеть, охренеть, самые лучшие новости! Но, внимание, внимание, уже очень долгий срок, очень много серий. У меня здесь стоит скелетный дракон, и это девочка. Прямо сейчас мы посмотрим на иссушающего дракона с розовыми крыльями. Да, чувак, пришло твоё время! Пришло твоё время! У-ху! Ох ты ж, ё-моё, какой ты чёрный! Давайте посмотрим поближе. А, так подожди, у тебя голубые крылья, а у мальчиков розовые получается? Ну это же странно. Нет, это... это очень странно сидеть. Давайте налепим на неё седло и пров... А, так тут уже было, ну ё-моё! Короче, просто оседлаем, и посмотрим, какую же силу ты имеешь. Тупо повелительница всех драконов. И надо бы на ком-то проверить, я не вижу ни одного моба. Опа, овечка, привет. Так, мы сейчас, получается, нажимаем на кнопку и... Ох ты ж, ё-моё, ни хрена себе. Обалдеть! Это просто жесть! Я дотягиваюсь до любого моба. Даже до дракона своего собственного. Интересно, сколько я ему снёс? Приветики! А, ты всё ещё горишь! 88! Обалдеть, с такого расстояния... Это очень крутой результат! Мне нравятся твои глаза, кстати, девочка. Так, а теперь знаешь что? Сидеть. Вот такой вот скелет в новой обёртке у нас появился. Мне всё нравится в нём, а особенно его радиус атаки. Я просто достаю до любого клочка земли. А теперь, наконец-то, пора сделать финальную звезду. Привет, бансай! Ты мне понадобишься, иди сюда. Теперь мы берём, соединяем все эти 12 штуковин с чем-то... А, релеем, точно! Надо сначала это всё взять. А взять мы можем 37 тысяч штуковин. Я думаю, то, что мне надо чуть больше двух стаков. Спасибо. Отсюда мы забираем ЕМЦ-передатчик. И всё! Это реально исторический момент, потому что прямо сейчас мы можем это скрафтить. 8 финальных бансаев. Соединяем с яйцом. Ой-ёй-ёй, подожди, господи, а яйцо-то я забыл взять. Том знаний создали, а яйцо не забрали. Кстати, смотрите, здесь есть какое-то обжаренное яйцо, погодное яйцо, штормовое, нихрена. Цель достигнута. Новое поколение чего? Но я же это яйцо уже получал. Ну ладно, ещё одна ачивочка не помешает. Теперь мы кладём. И мне интересно, как это погодное яйцо шторм сработает. Типа сейчас шторм начнётся или что? Алё! А, смотрите, оно летит наверх! Господи! Воу, а ведь действительно пошёл дождь. Но нам он не страшен, потому что мы делаем чик. Всё гениальное просто. Остаётся что нам создать? А, ну подождите, нам остаётся только это всё соединить? Ой, нифига, у меня оказывается столько релеев осталось. Ну мы выкинем, спасибо. Фух, опять же, знаменательный момент, потому что появляется финальная звезда. Никакой ачивки! Вы чё, серьёзно? Так, монтажёр, а ну-ка исправляй ситуацию. Вот так. Да, вот так совсем другое дело. По идее, прямо сейчас нам надо сделать любой сундук и поставить на него пьедестал. Так, привет пьедесталы, а ну-ка идите сюда. Сундук будет самым обычным, дубовым. Мы ставим пьедестал... Ой, да господи. Мы ставим пьедестал и после этого финальную звезду. Так, теперь надо активировать, да? Окей. Активировали. Здесь ничего. Так, а потом мы кидаем сюда рыбу. Нет, рыбу я сказал. Он реально начал её бесконечно создавать. Но теперь мы попробуем кинуть что-то такое, что не имеет ЕМЦ. Допустим, яйцо дракона Нижнего мира. Ну-ка. Так, ну, блин. Кидается, конечно, не очень хорошо. Надо бы сделать какую-то структуру. Вот так вот кидаем. Ребята! Ребята! Вы поняли? При помощи финальной звезды можно клонировать что угодно. Даже то, что не имеет ЕМЦ. Прямо сейчас мы проэкспериментируем на чём-то получше. Допустим, голова дракона. У неё нету ЕМЦ, но при этом мы кладём. Оно создаёт по 64 штуки. Ха-ха-ха. Да ладно. Это вообще жесть какая-то. Мы же реально стали супер богатыми. По сути, это означает то, что теперь мы можем сделать чё угодно. Как угодно. Когда угодно. Сколько угодно. И всё сразу перестало иметь смысл. На что бы я не взглянул, я могу сделать этого очень много. Какой бы дорогой предмет у меня не был, я могу сделать его очень много. Что? Новое достижение? Ох! Чего, блин? Вы поняли? Я, оказывается, мог всё это время этим кристаллом кликать по вот этому передатчику и получать непонятные другие кристаллы? Чё, блин? А, так я, оказывается, могу куда угодно это нажимать. Как оказывается, это альтернатива факелам. Они светятся. Ема, я узнал об этом только сейчас. Обалдеть, почему я раньше об этом не узнал? Ну-ка, я могу ещё их раздробить? Нет, больше нельзя. И в крафте они тоже не используются. Ну и, собственно, да. Я могу что угодно. Я сейчас попробую найти какой-то нереально редкий предмет. С нового года у меня уже давным-давно из мода Эзер Легаси валяется подарок. И суть в том, что его больше нельзя никоим образом получить. Но, как вы понимаете, не для нас. Мы тупо кладём и получаем кучу подарков. Давайте всё это поставим, поломаем и получим опыт. А, мать твоё! Тень, тишку. Блин, это было страшно. Далее печеньки и так далее и тому подобное. Ну, в общем. Ха-ха. Мы можем реально что угодно. Мне даже самому не верится, что мы этого достигли. Сколько я на это потратил времени. И знаете, какой у меня разрыв шаблона, когда я осознаю то, что любой блок равен другому любому блоку. Земля равна алмазу. Алмазы равны черепам, скелетам и сушителей. Драконы равны конденсатору энергии и так далее. Всё теперь имеет ровно 0 единиц стоимости. Потому что всё это мы можем делать на пьедестале. Обалдеть. Ладно, я, наверное, буду охреневать ещё очень долгое время. Но на этом будем постепенно заканчивать. Надеюсь то, что вы подписаны на канал, дабы не пропустить первую серию нового сезона. И да, это не финальная серия. Не томлю и говорю. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами была Ложка и Тёмная Земля. И предфинальная серия. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. ПО-КА. Субтитры сделал DimaTorzok